Самый большой эксперимент в закрытии фестиваля. Впервые концертной площадкой стал зал областной филармонии. Для этого смесь классики, импровизации, психотерического толка и исполнение мастеров электронного жанра здесь еще не звучало. Так что за себя-то ждало множество открытий. Вообще фестиваль «Звук вокруг» довольно уникален в плане зрительских эмоций. Положительная или отрицательная реакция публики на музыку на самом деле не говорит о том, какая она. На мой взгляд, вообще музыка такая странная, странное такое явление. Действительный результат ее находится в три человека, с которыми он уходит. Он часть какую-то может сказать и главное остается внутри. Если бы он смог все рассказать, то тогда не нужна была бы музыка, мы просто общались словами. Поэтому, в общем-то, главный результат он все равно не виден. Вориан Зяков свои эксперименты ставят над обычным альтом. В итоге, большая скрипка и прослушенные к ней центры выдают невероятный звук. Причем обилие примачек делает исполнителя настоящим виртуозом. То есть в таком количестве педалей запустится проще, чем в хитросплетении проводов на сцене. В этом году организаторам фестиваля удалось заполучить такие уважаемые в среде экспериментальной электронной музыки коллективы, как норвежский дуэт Стуррит Аксан и шлифсианский видеохудожник Дэйв Филлипс. Последний добирался до столицы Ниндерного края с приключениями. Дэйв Филлипс пытался к нам из Цюриха попасть непростым путем. Он хотел поехать на поезде до Берлина. Оказалось, что немецкие дорожники бастуют. Ему пришлось сдать билет, купить на самолет. В итоге его багаж потеряли. Латвийский пианист Платон Буровицкий заставляет звучать по-новому концертный рояль. Причем вместо обычной партитуры у него электронные схемы. А в звуке музыкант словно хирург клещами вытаскивается с инструмента. Причем порой делает это со скоростью 120 ударов в минуту. Павел Гудников, Никита Домаков, Вести, Криго. Павел Гудников, Никита Домаков.